Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В связи с этим некоторые номера могут прекратить свою работу на период времени. И уже буквально сегодня они обещали, что все номера будут работать и все будет в штатном режиме. Продолжение следует... Позже. Позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Елена Казанцова, ЕКБ. Продолжение следует... 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 Хотя нет, давайте сделаем проще. Например, конвертик, куда нажав, можно отправить любую заявку и получить любую интересующую вас информацию обратно. То есть сейчас переходим все на это, заявки будут обрабатываться в этот же день, то есть задержек там не будет, и вы уже можете отправить абсолютно в любой отдел нашей компании. То есть выбираете написать, выбираете отдел, который необходим, выбираете тип сообщения, тему сообщения и текст, развернутый, понятный, чтобы на него можно было ответить. Чтобы на него можно было ответить. Так, это как бы с теми делами клиентов, которые нет расторжения договора в суде, да еще и срок упущен. Инга, с такими делами нет расторжения договора в суде, да еще и срок упущен, смотря какой срок. Это нужно смотреть каждый частный случай индивидуально, поэтому отправляйте также в виде заявлений через CRM-систему, и вы получите расширенный ответ. Семен Андреевич Никитин сказал, он в отпуск кому отправит. Елена, напишите, пожалуйста, данные своего, вот офиса вижу, Екатеринбург 5. Хорошо, сегодня обеспечу звоночек от старшего менеджера именно ваш офис, он вас полностью уведомит, ну, от А до Я. То есть, что делать, если ваш персональный менеджер в отпуске, и к кому обращаться можно. Елена, добрый вечер. Наталья Степанова, можно ли по бегунку почаще проводить вебинары и плюс обучение? Да, можно, можно будет бегунку почаще проводить вебинары и плюс обучение, но также со своей стороны, так как бегунки являются больше, так скажем, вашими сотрудниками, можно сказать. У меня к вам обратная просьба, давать ему почаще смотреть вебинары, то есть обучающие, которые у вас проходят по пятницам. И за счет этого он будет повышать свой уровень компетенции в тех или иных вопросах. Спасибо. Сергей Шилович, Пятигорсов. Как работает Эскалад после продажи банком долг-коллектором? Сергей, давайте сделаем так, чтобы эта информация поступила каждому. После продажи банком долг-коллектором мы запишем либо видеообращение, либо же информационный блок, который будет размещен на этой неделе в официальной группе. Я для себя зафиксирую этот момент. И для всех уже будет сразу ясно и понятно, как Эскалад может помочь при продаже долга-коллектора. Хорошо? Спасибо за заявку. Константин Анатольевич, клиент посылает свою повязку, но не указанную, наверное, делаем не по банку. Нужно не забрать такие серверы, когда вывести серверы сервера. От обратного пойду. Уровень мощности сервера сервера увеличивается по мере необходимости. Именно работа CRM-системы зависит не только от мощности сервера, но также от сторонних факторов, которые исправляются. Поэтому с каждым разом, после каждого вебинара с информированием об обновлении CRM-системы, я думаю, вы замечаете ускорение процесса работы. Также не забываем, что во время ускорения процесса работы также добавляется немеряное количество новых задач для CRM-системы. И поэтому нужно от каждого обновления ожидать, так скажем, не сверх невозможного, а вот не сразу все быстро получится. Ну, да, нужно загружать в CRM-систему, в любом случае, все повестки. То есть еще не факт, что эта судебная повестка действительно на судебное заседание, если там не указан ни номер дела, ни по какому банку. Если есть дата, то можно отправить CRM-систему и задать этот вопрос персональному менеджеру. Да, очень удобно. Система висит после обеда реально невозможно работать. Инга, я объясню, почему система после обеда действительно тормозит, потому что проверяли сверху по всем офисам, содержателям, и именно после обеденного времени, в вечернее время, все партнеры нашей компании занимаются загрузкой документов. То есть с утра у них встреча с клиентами, общение живое, а после работы уже они загружают все необходимые документы. Мария Липецк пропала. Сейчас восстановился. CRM очень долго отвечает на вводимые команды. Да, это все вопросы, касаемые CRM, вы также можете адресовать в отдел ОРО, также через конвертик в верхнем правом углу, повторюсь, в CRM-системе. При отправке документов в почту, в среднем местах подписки клиента, что можно написать. Валентина Волкова, этот вопрос также можете адресовать. В отделе ОРО есть несколько сотрудников, которые отвечают именно... Давайте сделаем проще. У меня есть информация. Да, необходимо вызывать клиента, чтобы он подписывал уже вместе подписи для клиента, и уже далее отправлять либо почтой в суд, либо отправлять бегунком в канцелярию суда. Но живая подпись должна быть обязательно. Доверенность прикладывать нет необходимости. Татьяна Москва, 22 июня было суд заседание о восстановлении сроков подачи возражения, что июня будет от нас, наши юристы должны... Не дописали? Пожалуйста, допишите, Татьяна Москва. Сергей Шишлович, Пятигорец. В СРМ-системе нет названия документа договора цессии под каким названием грозит выдавление в основном предостребление. Так, сейчас, секундочку, я вам скажу. Давайте сделаем чёточку проще. Сергей, в СРМ-системе мы добавим выбор пункта договор цессии, и именно под этим названием необходимо будет загружать данные документы. Спасибо. Можно ли размещать больше документов по выигрываемым делам? Евгений, мы размещаем по мере, так скажем, возможности, потому что не каждый клиент хочет и желает, чтобы его документы были опубликованы на всеобщее обозрение. Понимаете, те люди, те клиенты, с которыми мы добились понимания и которые нам позволили разместить эти документы, мы их размещаем. Поэтому, чтобы не идти на перерез с клиентом и не добившись его разрешения опубликовать документы, мы тоже не можем. Прошу понять в этом. Надо ли старым клиентам взять расширенные выписки из банков, чтобы взвести вас торкнуть. Конечно, Елена, это проговаривалось не раз, что клиент может ускорить процесс работы путем получения расширенных выписок самостоятельно. Именно после отправки расширенных выписок мы сразу можем уже проводить судебный этап второго уровня. Это отправка искового заявления на расторжение кредитного договора. Также объявлю, что сейчас исковой отдел нашей компании работает по документам, которые имеют уже кредитные договора, даже без расширенных выписок. И сразу мы имеем право, то есть есть у нас такая практика, мы имеем право отправлять исковое заявление на расторжение кредитного договора, минуя истребований документов. Если клиента нет, а надо срочно, встречный иск. Не совсем понимаю, что значит клиента нет, а надо срочно. Это в случае, если клиент не может подойти. Валентина, ответьте, пожалуйста. Татьяна сказала, юристы должны подать заявление в суд или сначала клиенту? Татьяна сказала, опять же-таки я не совсем допомнил ваши вопросы. Юристы должны подать возражение в суд или сначала клиенту? Честно, не понял. Пишите, пожалуйста, вопросы более расширенно, чтобы можно было, прочитая их, ответить на них. Старый клиент научит их загружать, чтобы ускорить дела. Прошло уже 7 месяцев. Да, обязательно. Чеки загружайте, Валентина. То есть это не столь сложный, не столь долгий процесс. чеки нам необходимы. Так, секундочку. Валентина, вопрос такой. А клиент в другом городе... Смотрите, давайте мы сделаем так. То есть мы сделаем новость с информационным блоком о том, что как необходимо поступать при получении срочной судебной документации менеджером по работе с срочными судебными делами. Хорошо? Я думаю, там будет все понятно и будет расписано все для понимания именно менеджера по срочным судебным вопросам. Так, если пришел... И уже такого рода вопросов не будет возникать. То есть клиент, если в другом городе что делать? Что делать, если клиент не подписался? И так далее, и так далее. Если пришел клиент с исполнительным производством, что делать с колорбейшем? То есть данное исполнительное производство вы загружаете, целиком дело также загружаете, дело переходит на стадио по работе с Федеральным службом судебных приставов. В этом случае мы можем помочь клиенту, то есть первый вариант это снизить процент удержания. То есть, как вы знаете, с 50 максимальных мы снижаем до 25, то есть от того и меньше. Учитывая все факты, то есть это сумма, которую клиент получает официально, это сумма, которую он тратит ежемесячно на необходимые нужды, то есть свои личные. То есть, так, пожалуйста, отправляйте все туда, в отдел Телеральный служб судебных приставов. Инга Щелкнов, клиент состоит под на защиту по работе, еще забыл в тензи, что до этого не было работы. Инга, опять же-таки, частный случай, рассматривайте, без какой-то информации о клиенте, возможно, были причины, сейчас вам ответить не смогу на этот вопрос. Хорошо? Адресуйте, это наш департамент. Валентина Волокова, пожалуйста. Валентина Ишкова, в логистический центр мы обязаны все документы отдать, или просто можем отдать? В логистический центр вы можете отдать документы, вы можете отдавать документы, можете самостоятельно загружать. Логистические центры созданы для ускорения всех процессов работы в вашем отделе, то есть в вашем офисе. И загрузку документов, которые по многочисленным жалобам занимало очень много времени, можно передать в логистический центр. Владимир Быккадов, можем ли мы помочь клиентам в испанском хозяйстве по клиентам за недельную плату? Владимир, все вопросы, выходящие за рамки наших штатных, так скажем, процессов, вы можете отправлять на диагностику. Диагностика рассматривает такого рода вопросы и дает полный расширенный ответ, после которого уже будет видно, можем ли мы помочь данному клиенту, либо мы не можем данному клиенту помочь. Диагностика – это отдельная, так скажем, структура нашей компании, которая решает вопросы дополнительного характера, то есть не основные, не по прямой задолженности перед банком. клиент уехал, а у вас на вахту, искал ее. Или можно проверить с подписи. Так, сейчас я вам отвечу на этот вопрос. Кредит закрыт, клиент хочет вернуть страховку. Светлана Уманова, Самара. Опять же таки, такого рода вопросов, после кредит закрыт, клиент хочет вернуть страховку, это не штатное, мы не занимаемся такой узкой сферой, то есть просто возврат страховки после закрытия кредита. Если есть действительно заинтересованность клиента в возврате этой страховки, он может отправить на диагностику, на диагностику, и там ему дадут полный решительный ответ, в случае необходимости помогут. Хорошо? Хорошо. Я отвечу на ваш вопрос. Знаете ли вы номер телефона менеджеров ОРА по работе срочных по работе менеджеров по обработке срочных документаций? Я сейчас эти номера продублирую в сообщение, то есть это номер телефона, по которому можно позвонить, и вот такого рода вопросы частного характера, когда клиент уехал в другой город, можно будет решить совместно с отделом ОРА. Хорошо? С менеджером. Сейчас я вам наберу номер телефона. Мет성을 це интерв patients в одной у одного хрє та его 聯 Так, сейчас, секундочку, секундочку, прошу прощения за задержку. То есть, знаете ли вы адрес электронной почты старшего менеджера, отдела персонального менеджера? Вот, как бы это ни казалось сложным, но вот так вот мы разъясняемся. У вас таких клиентов 5 человек, действительно, претензии через полтора года. Инга, смотрите, вы это, наверное, поняли информацию, исходя из CRM-системы. То есть, объясню вам, если это действительно так, то что работа по ним обязательно ведется, я могу от вас принять сообщение лично в ВКонтакте, либо на адрес электронной почты, то есть именно по этим 5 людям, и предоставить вам отчет по проделанной работе. Возможно, в личном кабинете не вся информация. Персональный персональный не может ответить на один вопрос. Хорошо, смотрите, мы сейчас буквально через 5-10 минут начнем беседовать по отделу персонального менеджера. То есть, всю вашу обратную связь я приму обязательно. Такого характера, как Лена персональный менеджер не может ответить ни на один вопрос. Хорошо, в этом случае мы будем принимать меры либо улучшения обучения, либо замены персонального менеджера у данного офиса. Хорошо. Наталья Ставрополь, по словам отделения, подпись ставите как паспорт, ставите как паспорт по почте, это прописано на рекламе, да. Да, спасибо, Наталья, что ответили на этот вопрос. Да, действительно, по возрасту страховку могу обращаться, будем предлагать диагностику полезную информацию. Пожалуйста, да, конечно, диагностику не забывайте, это действительно услуга, которая полезная. Много клиентов к нам приходит, у которых вопросы, у которых имеются дополнительные вопросы такого рода, как по страховке, по алиментам и так далее, и так далее. Пожалуйста, отправляйте на диагностику. Сумма диагностики, еще раз повторю, 3150 рублей, кто не знает о новых обновлениях. Это не столь большая сумма, которую может клиент заплатить и получить расширенный действительно ответ от специалиста юридического отдела на свой вопрос. Хорошо? Спасибо вам. Давайте сейчас мы пробежимся по наличию и неналичию персональных менеджеров в каждом офисе у всех присутствующих представителей сегодня на вебинаре. Пожалуйста, пишите по очереди. Спасибо, Инга. Клиенты довольны? Да. Наталья прописана, которая прописана. Да, Валентина, вы так понимаете, мягко говоря, это так. Мы делаем все возможное, чтобы помочь клиенту, даже если клиент вдруг находится на удаленном расстоянии и не может быть на месте. Это важно, так как мы не можем пропустить сроки. Леонид Усиков, Леонид. Ага, замечательно. Здравствуйте. И вам? Есть ли у вас вопросы касаемо... Давайте мы пойдем по отделам департамента обратной связи, именно по каждому отделу. Есть ли у вас вопросы по отделу ОРРА, которые вас беспокоят и которые мы могли принять его внимание, что-то исправить, что-то добавить, что-то улучшить? Я так предполагаю, что нет, вас все хорошо устраивает. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, если все хорошо устраивает. Спасибо, Инга. Есть ли у вас вопросы по отделу 8700 от нашей горячей линии? Спасибо. Спасибо, Лилия. Очень приятно. Это важная информация как раз-таки. Без нее изменения проходят медленно, но с любой обратной связью, положительной либо негативной, эти улучшения происходят быстрее. По 8800 номеру, есть ли у вас вопросы... Друзья, Анатолий Суперменеджер. Шикарно, да. И есть ли вопросы по персональным менеджерам нашей компании? Хорошо. Тогда еще раз проговорю. С сегодняшнего дня запустили процесс информирования и получения входящих заявок, входящей информации от держателей офисов. То есть отдел персонального менеджера разделился на 4, так скажем, больших... 4 больших группы, и были выявлены... Евгений Душевич, извините, что я отвлекся, а Тимофей, к сожалению, никакой. Хорошо, я учту это, приму внимание. Если вы можете, распишите, пожалуйста, более подробно, что значит в вашем понимании никакой. И то есть в каждой группе имеется старший персональный менеджер, который будет еженедельно звонить в офис обслуживания, обмениваться своими данными с вами. И вы сможете давать ему заявки с самого утра, так как вы являетесь первоисточниками от клиента по негативу, по положительным отзывам, по каким-то срочным делам. Именно поэтому было принято вот такое вот решение, то есть при личной связи. Связываться можно как по телефону, так же и по скайпу. Я думаю, вы все знаете адреса электронных почт и скайпа персональных менеджеров. И дайте, пожалуйста, ответ, удобно ли это. Вера Круглова, напишите, пожалуйста, офис обслуживания. Леонид Ташков, у меня вопрос по зарплате. Леонид, этот вопрос, к сожалению, не зависит от меня лично, то есть повышение-понижение зарплаты. Это у нас единая сумма. Поэтому, если есть какие-то частные вопросы, то можно задать вопрос в отдел ОРО. Смотри, Казаков нужно предпротивление. У нас был Илья Самович, мы его убрали. Очень требуется у меня изнающий менеджер. Илья Александрович стал старшим менеджером Инга по вашему округу. Я думаю, вы с ним тоже будете поддерживать связь. Обязательно он выйдет к вам на связь. Вячеслав Владимирович, да, спасибо. Постоянно приходится участвовать по задержке зарплаты. Леонид Ташков, по задержке зарплаты. Смотрите, Леонид и, в принципе, все партнеры нашей компании, которые слушают сейчас меня, объясню по заработной плате и по перечислению заработной плате менеджера по срочным судебным вопросам. До сегодняшнего дня перечислением занимался отдел финансовый наш, который, к сожалению, где были задержки небольшие в связи с большим объемом работы. Сейчас же задержек по зарплате не будет, так как именно расчет будет производиться специальным менеджером из отдела ОРА. Поэтому, я думаю, задержек зарплаты больше не будет. В случае задержки, опять же, если вдруг такое будет, пожалуйста, пишите конвертиком в правом верхнем углу в отделе ОРА. Хорошо, спасибо. Ингра Щелкунова. Да, это очень удобно. Спасибо. Мне в занятых клиентов сейчас стоит. Как-то, когда вы любите вопросы, это связь с этим. Евгений Душевев, Орел, будь любезна, напишите, пожалуйста, кто у вас персональный менеджер, я приму от его внимания. Скайп часто отключен. Валентин Старова Братск. Также, для того, чтобы я мог как-то повлиять, пожалуйста, напишите свой офис. И, соответственно, по офису я найду, кто у вас персональный менеджер, и выясню, почему отключен Скайп. Вера Григорова, Челябинск-3. Спасибо. Зафиксировал? Зафиксировал. Сегодня же вы получите звоночек от персонального менеджера своего, то есть буквально после вебинара. Все заявки, которые я сегодня зафиксировал, они пойдут по отделу и будут исполняться сразу. Поэтому не переживайте. Все, ладно, лучший из лучших. Спасибо. Невыклата. Да, Леонид, мы уже проговорили это. Было 300 заявлений, суд на этом основании отказал. Сергей, смотрите, такой вопрос. Сейчас объясню и объявлю по ошибкам, которые допускались в судебных документациях, отправленных из нашей компании. То есть объявлял уже чуточку ранее, что это происходит в связи с большим объемом работы, но это не отговор, как мы все знаем. Сейчас улучшили процесс. Как я говорил на прошлом вебинаре, есть у нас отдел по проверке, по перепроверке исковых заявлений. И мы ужесточили правила по написанию исковых заявлений, по написанию всей судебной документации и повторной проверке этой документации, чтобы не было ошибок. Все сотрудники сейчас замотивированы правильно писать и не допускать ошибок, так как это будет отражаться на их зародной плате. Весомо причем. И именно финансово мы можем искоренить данного рода системные ошибки. Хорошо? Садка-1 без менеджера Глеля. Хорошо. Садка-1 сегодня опять же таки будет назначен. Валентин 2, братс. Все, спасибо, братска-1. Принял. Спасибо всем. Братска-1, если не ошибаюсь, был Армель Радикович у вас. Спасибо и надеяться, наш персонал Майдер Тимофей. Все, спасибо Евгении, принял информацию. Вот так вот более подробно, более понятно и уже могу принимать те или иные меры. Кому отправить отчет о выполнении промо-7? Сейчас вам будет написан ответ. Пожалуйста, ожидайте. Электронная почта Тимофея. Людмила, смотрите, давайте мы сделаем так, чтобы не было таких вопросов, что не знаете электронную почту либо скайп. Сегодня выложим новость, повторно, мы ее поднимем. Она есть в ленте новостей в группе официальной. Мы ее поднимем, там будет фамилия, имя, отчество персонального менеджера, то есть данные офисов, которых он обслуживает, адреса электронных почт и адреса скайпов. Хорошо? Это для большего понимания. Вадимир, отлично. Инга, нам все-таки сказал, что требует ли у меня эскалата клиента о Ярко, что я за ошибку перестану. Инга Щегунова, такой момент, что вот именно о Ярко, да, такого рода ошибки были вот абсолютно случайно и нечаянно это было, да, и несколько клиентов у нас получились, что отправлены они не эскалат, а Ярко. Эта ошибка уже выявилась, это ошибка не одного юриста, а просто оплошность такая, и сейчас уже не будет встречаться такого, что отправляется с другой компанией. То есть хорошо, все требования будут выдвигать эскалат непосредственно. Сергей Шашлович, отправили жалобу в ОРА на ошибки в исковом заявлении, звонит менеджер ОРА и спрашивает, что с этим делать. Шикарно. Сергей, можете, пожалуйста, написать, кто у вас... А, подскажите, на какую почту писали жалобу. Да, и номер жалобы, пожалуйста, так как у нас в отдел ОРА присваиваются номера жалоб, и именно по номеру мы можем найти уже исполнителя и выяснить. Хорошо? Это опять-таки частный случай, Сергей. Вот Ольга Хотеева ответила вам, и, я думаю, приняла во внимание данную жалобу. По новому всегда в курсе новостей. Спасибо ей. Хорошо, спасибо вам, леди. Окей. Берем ли мы сейчас клиент на 12 месяцев оплаты ФЗ? Да, берем, мы не ограничиваемся, и мы не можем запрещать клиентам идти до возможности закрытия исполнительного производства на основании невозможности взыскания. Но при этом нужно соблюдать важные факторы, что клиент действительно не может на данный момент оплачивать долг банку через судебного пристава. Хорошо? Дабы не столкнуться, как это было с пенсионерами, очень много партнеров загружали пенсионеров и обещали им закрыть исполнительного производства. То есть, как таковое избавление от долга перед банком. Оптимизацию долга мы можем гарантировать действительно при максимальном взаимодействии между клиентом, офис-менеджером и компанией Escalade. Мы можем гарантировать на 100%. Но те моменты, когда где-то происходят несостыковки, либо с клиентом-агентом, либо агентом-эскалатом, либо клиентом-эскалатом, в этом случае, к сожалению, имеет свойство снижения процента доведения до оптимизации суммы. Но также оптимизацию, нужно понимать, что такое оптимизация. Это более детально проговариваться на пятничном вебинаре обучения. Хорошо? Берем минус численно. Ага, доверенность в каких случаях прикладывать документы в суд. Ольга ответила. Спасибо. Валентина Олкова. Вам ответила Ольга, можете чуть ниже прочитать. Если он по СД отмышит документы сам в канцелярию суда. Хорошо, в этом случае необходимо прикладывать доверенность. Если клиент был неверно осведомленное количество плачей, пенсионер оплатил за нос, можно невернуть деньги к этим клиентам. Тюнина Наталья Новороссийская. Смотрите, я уже проговаривал про пенсионеров. Да, необходимо будет отправить заявление на ответ «Эскалад». Сейчас. Да, необходимо будет отправить сообщение на ответ «Эскалад». Далее уже будет просматриваться именно факт возможности возврата этому пенсионеру денег. Понимаете? Так как в этом не виноват ни пенсионер, ни компания, а есть вина партнер нашей компании, который брал с клиента вплоть до 12 оплат. И это нужно прекрасно понимать. Спасибо вам большое. Уважаемые партнеры, друзья, мы подходим уже к концу. Я записал несколько моментов, которые будут исправляться с сегодняшнего дня. Я очень рад был сегодня выйти с вами на данный вебинар. Я думаю, данного рода вебинары будут проходить чаще, потому что департамент обратной связи не может работать и улучшаться без обратной связи от наших уважаемых агентов, которые при даче положительной либо негативной обратной связи, которая тоже важна для нас, будут содействовать в улучшении. Хорошо? Спасибо вам большое. На сегодня все. Инга, я сейчас напишу вам почту. Бегунка, будьте любезны, пожалуйста, отправьте туда заявление. Сейчас вам напишут почту. Именно на нее отправьте заявление, и доверенность будет... Уже отправляли. Уже отправляли. Тогда просьба написать сюда бегунка, фамилию, имя, отчество, хотя она... Хорошо? Инга, и я запишу это как задачу. Хорошо. Спасибо. Все записал. Все, спасибо большое всем. Всего доброго. Удачи во всем. Я рад вас услышать, видеть.